Здравствуйте! Мы сегодня выбрались на пляж с Алиевой. Привет! Привет! Солнышко сегодня. Красота! Ну и что? Сегодня не жгучее солнышко, наоборот. Зацените мой купальник. Новый, да? Новый. Дальше не буду показывать. Чтоб суманист... Это из того анекдота, который не курсит. Суманисты шли, да. Я искупалась. Знаете, вот тут вот, когда заходишь, вода почему-то холодная. А когда я далеко плыла, там такая вода теплая. Вообще теплая-теплая, я там плавала. Вот. Сегодня мы отдыхаем на пляже. Сегодня хорошо. Солнышко не такое яркое. Можно долго посидеть. Я опять под зонтиком сажу. Матраска. Вон, у матраски сидит. Не, у матраски не интересные. Кресло в правом нет. Покажу вам море. Зонтик у меня какой. Море покажем. Опять сегодня море такое хорошее, спокойное. Как люблю. А что, потом опять пойдем в бассейн? Да. Алия осталась неделю, так что нам надо, чтобы она у нас приехала. Загорелая, да? А то скажут, что ты не похожа, что с Испанией. Ну нет, я уже загорела. Загорела, да, я хочу. У нас-то снег идет. Я тоже загорела уже. Вон, смотрите. Хотя я не хочу загорать, все равно загорела. Сегодня мне Ильяс написал, сыночек мой, что в Ижевске 0 градусов. Вот так. Лето пришло, называется. Да, май месяц. Заканчивается. На Урал лето пришло, да. Ну, много купается, значит. Нормальная вода, уже просто, просто ты боишься, Алия. Я, да. Так в море не покупаешься, что ли? Ничему-то покупаешься. В бассейне потренируешься? В бассейне неинтересно. Здравствуйте, так нервничаю, так нервничаю. Сегодня только что с пляжа пришли, и мне позвонили. В общем, пригласили на собеседование в турагентство. И, оказывается, меня порекомендовал тот, ну, мужчина, вот этот немец, который меня приглашал, ну, гидом работать-то на два дня, я вам рассказывала, в неделю. И он меня так спрашивает, вы, говорит, знаете его, Йозеф, что ли? Ну, в общем, я поняла, о ком речь идет. Йозеф Руль. Нет, забыла. Я говорю, да, я его знаю. И они такие, говорят, вам интересно работа в офисе? Я говорю, интересно, но только, говорю, а в туристическом офисе, я говорю, ну, только я не гид. Я говорю, это, забыла, с перепугу. На ресепшен работала, говорю, вот там, в апартаментах. А они такие, говорят, нам подходит. Типа, вы, говорит, русская? Я говорю, да, нам подходит, нам, говорит, надо русскую. И вот назначили мне сегодня интервисту на полшестого. Вот я, видите, тут собираю свои, это курикулум свой взяла со своими. Сейчас, ну, тут счет в банке я с собой ношу, на всякий случай иногда бывает надо. В общем, тут это я закрыла шоколадкой свои эти данные. Вот, смотрите, собрала все свои регалии, взяла свой диплом ресепционистки, значит, другой диплом. Трессионды резго слаборались. Ну, и так, как бы, и так, чтобы шикануть. Взяла свой, значит, диплом курс де франце трес. Вот, то есть, что у меня французский язык у меня. Вот Татьяна Баширова, видите. Ну, еще так это, на всякий случай. Еще взяла каталан. Ну, думаю, каталан тоже круто. Пойду. Ну, нет, я не боюсь. Я знаю, столько уже всяких этих, прошла интервист, я ничего не боюсь вообще. И мне, тем более, как я услышала, что им интересен русский язык, да это вообще для меня просто-просто сказка. Вообще напрягаться. Ну, в смысле, испанский, как бы, ну, Софь вовсе же, работа на отсюда с этими. Но интересный у них никакой не французский, не английский, а русский. Ой, ой, это просто-просто сказка. Господи, только, господи, только понравится, только понравится. Ну, опять же, с другой стороны, как бы, у меня есть надежда, что меня в апартаменты вызовут. Вот, и поэтому даже я думаю, поэтому я не так сильно нервничаю. Тапочки там постирала. Алия пошла погулять. А я тут сижу морально, готовлюсь. Сказали, около гостиницы Монтерей. Наверное, за 40 минут раньше выйду, потому что все время у меня проблема, чтобы что-то найти. Ну, в общем, пожелайте мне удачи. Ну, когда уж видео выйдет уже, вообще-то, когда видео выйдет, уже буду знать, была удача или нет. Ну, я решила, знаете, не заморачиваться. Не буду я больше нервничать. Потому что я так поняла, если ты нравишься, тебя берут. Если не нравишься, не берут. И ничего с этим вот не сделаешь. Вот, ну, не сделаешь и все. Вот, они как-то, испанцы, они как-то оценивают, ну, по каким-то своим критериям. То есть, ты хоть на голову встань. Если им не понравилось, они не возьмут. Ну, в общем, ладно, до свидания. Снова здравствуйте. Вот я уже сходила на интервисту. Ну, то есть, на собеседование. Нахожусь рядом с отелем Монтерей. Тут театр вот рядом есть. Посмотрите окружности, окрестности. И, в общем, сюда вот подальше встала, потому что такой трафик, столько машин. Просто вообще ужас. Такой грохот стоит. Ну, в общем, опять агенция Дебиахи. Ну, то есть, это туристическая агенция. В общем, у них такие запросы. Я вначале, как бы, интервью у меня взяли по телефону. Я все рассказала про себя. И уровень моего языка тоже сказала, там, английского и французского. Мне сказали все равно подойти. Я сказала, что никогда гидом не работала. Никогда. Я не умею гидом работать. В общем, пришла. Первый вопрос. Мужчины. Вы работали когда-нибудь гидом? Я говорю, нет, никогда не работала. Я говорю, на ресепшн могу работать. Он такой говорит. А попробовать хотите? Я говорю, хочу. А чего нет? Я говорю, хочу. Мне нравится работать. Я люблю работать. Он, значит, стал меня спрашивать. Вроде. А вы сможете экскурсии продавать? Я говорю, на русском языке. Я говорю, вам так. Экскурсии, говорю, продам. Я все эти экскурсии знаю. Потому что уже я почти на всех была. Я все могу рассказать. Людей. Вообще уговорить, впечатлить. Но на русском языке. На русском. Я говорю, а на каком языке надо будет уговаривать? Он говорит, на английском и французском. Я вот стою на него смотрю. А вообще я тут при чем? Ну, допустим, мой французский. Я ему говорю, ну, мой французский, мой английский для работы на ресепшн. Ну, то есть, принять клиента. Там, заселить в комнату. Спросить, какие у него проблемы. Чем он недоволен. Но рассказывать на английском экскурсии. Нет, у меня... Нет, я не отказалась. Нет. Я не отказалась. Я просто ему сказала, что я никогда не пробовала. Я не знаю. Я ему два раза сказала, что я никогда гидом не была. И он мне, значит, взял у меня... Ну, заверила, что русских обслужу по первому вообще по сервису разряду. И, знаете, и он взял мою куррикулу, ну, вот мое резюме, и он меня спросил, что, ну, какое расписание я могу хоть когда, говорю, работать. Если, говорю, даже отправить меня трансферным гидом, я, говорю, поеду даже утром. Типа что вы, не проблема. В общем, он взял у меня мою куррикулу резюме, все спросил, и такой, говорит, возможно, мы вам позвоним. Такой, я думаю, что мы вам позвоним. Ну, или позвоним, как правильно. В общем, не знаю. Это как это я буду на французском языке рассказывать экскурсию? Это просто из ряда фантастики какой-то. Ну, на английском еще, может, что-то я там прокукарекаю, ну, на французском. Я-то надеялась, что меня возьмут только на русском рассказывать. Я думала, что меня отправят опять по отелям, чтобы я, ну, как отельный гид, который будет, ну, продавать экскурсии русским. Ну, они вон какие хитрые, вон что они творят. Они раньше нанимали каждого гида, ну, из той страны, в которую приезжают. Ну, то есть, который натива, который говорит на этом языке. То есть, всегда гиды были, ну, это родной был язык. И всегда. И поэтому я ему сказала, на родном русском языке продам, говорю, все. Ну, на французском не знаю. Как-то это вообще, как это сфера фантастики. Ну, вообще, покажу вам сейчас окрестности. Окрестности покажу вам. Смотрите, какое невероятное небо. Какие облака. Вот впереди тоже очень красиво, мне нравится там. Вообще. Они, видимо, сэкономить, что ли, так здорово решили. Где они такого полиглота-то возьмут? Ну, я ему сказала, у меня уровень там, ну, на ресепшн работал. Ну, при том, совершенно я не понимаю. Ему два раза по телефону сказала, что, ну, я вообще на ресепшн всегда работал. Ну, в смысле, работал. А, он еще меня спросил, а вы когда-нибудь что-нибудь продавали? Я говорю, да. Я, говорю, много продавала. Я, говорю, много работала продавщицей. Ну, я говорю, большая у меня экспириенция, большой опыт. Ну, вот такая красота. Не знаю, что по этому поводу думать. Но я, знаете, о чем думаю? Что все, интервьюсты пошли. И теперь моя задача выбрать то, что подходит и удобно мне. Я думаю, ну, я вот, как бы, русским бы я спокойно бы все бы вот эти экскурсии продала. Во-первых, меня Лешина все их возил. Я все это знаю в видео. Я люблю рассказывать. Вы видите, как я люблю рассказывать. Я могу нарассказывать и уговорить купить эти экскурсии. Даже у меня такое было, что рассказывала что-то. У меня вот даже в комментариях спрашивают, где это купить такую экскурсию. Представляете, даже если я через видео могу людей уговорить эту экскурсию купить. Ну, вот, а я еще спросила, а у вас, говорю, нет, вот, ну, как бы, на английском хотя бы, ну, как-то распечатки вот этих экскурсий. Я бы, говорю, их повибрила бы и рассказывала. Но у них ничего нет. А самой нарисовать не знаю. Ну, ладно, до свидания. Надеюсь, вам это видео будет полезным.